Здравствуйте! В эфире телеканал Ажитосу Новости. В студии Гульмира Тимиргалеева. Сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. В начале выпуска коротко о главном. Достойная оценка. Глава антикоррупционной службы Казахстана посетил Алматинскую область. Искусственный интеллект в борьбе с коронавирусом. В Алматинской области разработана система, не имеющая аналогов в республике. Портал в помощь. Реабилитационный центр АСАР продолжает оказывать помощь. Теперь бесплатно. 132 факта незаконного вмешательства в деятельность бизнес-формирования выявлено за 9 месяцев текущего года. Защищены права 269 предпринимателей. Почти на 22 миллиарда тенге предотвращены необоснованные траты бюджетных средств. Это далеко не полный перечень достижений антикоррупционной службы страны, озвученный на встрече с представителями гражданского сектора и предпринимателями Алматинской области. Руководитель агентства по противодействию коррупции Республики Казахстан Алик Шпикпаев, прибывший в Алматинскую область, выслушал проблемы и предложения бизнесменов региона. В Алматинской области на сегодня реализуется 15 стратегических проектов, направленных на профилактику коррупционных правонарушений. Они отражают риски в сферах с потенциальной коррупционной составляющей. Область одна из первых начала использовать комплексную электронную карту земельных ресурсов. Создана региональная геоинформационная система. Таким образом, цифровизация помогла за два года выявить 809 тысяч гектаров неиспользуемых земель сельхозназначения. А население имеет возможность, не выходя из дома или без отрыва от работы, заказать 608 госуслуг в электронном формате. В целом порядка 83% госуслуг оказываемых Акиматом автоматизированы. До конца этого года этот показатель планируем довести до 90%. На сегодня запущен проект сервисный Акимат, который кроме Талткургана работает еще 12 в районах области. До конца этого года подобные сервисные Акиматы мы планируем открыть везде, во всех районах области. В рамках Smart City запущен проект OpenTalte Kurgan для оказания госуслуг по принципу безбарьерной среды и максимальной открытости. Проводится работа по внедрению ЕКСК, бюджет участия и билетирования. Общаясь с представителями гражданского сектора и предпринимателями в формате открытого диалога, председатель агентства по противодействию коррупции Алик Шпикпаев презентовал инициативы и результаты работы за 9 месяцев текущего года. В рамках трех пакетов антикоррупционных реформ удалось воспрепятствовать 132 фактам вмешательства в деятельность бизнес-структур, защитить права 269 предпринимателей, предотвратить необоснованные траты бюджетных средств почти на 22 миллиарда тенге. Озвучивая механизмы противодействия негативному явлению, имеющему в обществе глубокие корни, глава антикора отметил, что без активного участия общественности невозможно минимизировать, тем более искоренить коррупцию. Граждане не должны придерживаться позиции «Моя хата с краю». Мы внесли предложение в рамках дальнейшей модернизации вопрос, связанной с разработкой закона об общественном контроле. И президентам принято, в принципе, давно поручение. Сегодня Георг, вместе с агентством, мы работаем над разработкой. Я думаю, что вы все примете участие активное, и мы можем увидеть свой окончательный труд уже по выходу данного закона. Каждый из приглашенных представителей бизнеса и гражданского сектора имел возможность высказаться, озвучить проблемы, внести свои предложения по улучшению антикоррупционной системы. Все они обсуждены и приняты во внимание. По словам участников диалога, цифровизация и поэтапная модернизация антикоррупционной системы дают ощутимые результаты. В таких встречах каждый представитель бизнеса, бизнес-сообщества и так далее может донести свои проблемы до руководителей, которые, естественно, дадут команду. И я думаю, такие вопросы будут решаться намного быстрее. Если вернуться на 10-15 лет назад, когда бизнес сталкивался с проблемами коррупции, каких-то административных барьеров, то, естественно, на сегодняшний день эти вопросы решаются намного быстрее, эффективнее. И некоторые, многие даже вопросы были, они искоренены вообще. Сейчас за совершение правонарушения коррупционного характера закон предусматривает жесткое наказание – уголовную ответственность. Однако задача агентства не карательные меры, а упреждения. Потому подобные диалоги – продуктивная практика в работе ведомства. Благодаря чему некоторые вопросы участники встречи смогли решить уже в рамках зала. Назгуль Бушан, Габит Кабдрахман, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ. Ряд социально значимых объектов области посетил председатель агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Алик Шпикпаев во время рабочего визита в Алматинскую область. В их числе три соцобъекта Талдыкургана, новое общежитие на 288 мест, инфекционная больница и сервисный акимат. О подготовке области ко второй волне коронавируса, а также создании комфортных условий для студентов узнавал Дамир Анитов. Алматинская область готова ко второй волне коронавирусной инфекции. Подтверждение тому – новая инфекционная больница. Ее построили за рекордно короткие сроки – 55 дней. Медицинское учреждение рассчитано на 200 человек и оснащено самой передовой техникой. В этом смог лично убедиться председатель агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции. Раньше возле каждого больного ставили ИВЛ, которые не хватало. А сейчас человек лежит, вот оттуда идет, подключил, и человек в нос, вот сюда и дышит спокойно. И мы таких 12 больниц переоснащали полностью ИВЛ. Дополнительно не хватало КТ, компьютерной томографы. Мы дополнительно компьютерные томографы купили. Три штуки дополнительно. Еще 18 рентген-аппаратов. На подготовку ко второй волне пандемии Алматинская область выделила 7,5 миллиардов деньги. На эти деньги были закуплены 150 ИВЛ-аппаратов, 100 кислородных концентраторов и другая необходимая техника. Все они распределены по больницам региона. Активно ведется и набор кадров. На сегодня уже подготовлено 600 квалифицированных врачей и 1700 медработников. В поликлиниках имеется свыше 5200 койко-мест. Сейчас 523 ИВЛа по области. То есть показатель 500 был, у нас превышает. Мы все полностью можем показать. А вот кислородные концентраторы? 973 кислородных концентратора, 12 кислородных станций. Обеспеченность у нас более 40% кислородом. Оксигенотерапия для пациента. При норме 20%. И еще сколько скорой помощи машины? 180 автомобилей скорой помощи. Из них по лизингу 150 и из местного бюджета 30 закупленных. На сегодняшний день у нас будет оснащено 100%. Студенческий городок – новая визитная карточка города. Дом студентов рассчитан на 288 мест и расположен в одном из самых живописных микрорайонов города. Здесь для проживающих созданы абсолютно все условия. Бесплатный Wi-Fi, читальный и компьютерный залы, фитнес-центр и многое другое. Председатель агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции обратил внимание на респектабельный облик и оснащение объекта, отметив вклад главы Алматинской области. Я посмотрел, и сейчас инфекционные больницы посмотрели, и здесь посмотрел, какие условия созданы. Я хотел поблагодарить и Акимов области, и в целом то, что такой порядок здесь поддерживается, вас, потому что это все создано для вас. В завершение объезда Олег Шпикпаев посетил сервисный Акимат. Здесь по принципу одного окна жители областного центра получают целый ряд необходимых услуг. С момента создания уже принято 9517 заявлений и оказано около 500 услуг. Учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию в стране, объект функционирует с соблюдением всех санитарных норм. Резюмировав итоги визита, председатель агентства РК по противодействию коррупции высоко оценил работу, проводимую в Алматинской области, отметив, что ставит ЖТСУ в пример другим регионам. Дамир Анитов, Абзал Нусипов, Харат Кастурганов, Телеканал ЖТСУ. Вне зоны. 40 сельских населенных пунктов Алматинской области абсолютно не имеют доступа к интернету. Львиная доля приходится на Алакульский, Кирбулакский, Балхашский и Жамбулский районы. Также в регионе глобальная сеть отсутствует в дачных массивах. Таковых насчитывается 193. Решение этого актуального для нынешнего времени вопроса обсуждалось на селекторном совещании под председательством заместителя Акима Алматинской области. Как заявил Рустам Али, чтобы ускорить процесс подключения населения к интернету, уполномоченным лицам в районах и городах необходимо в тесном контакте работать с операторами сети. Также на местах должна проводиться четкая работа по предоставлению земельных участков. Немаловажным в решении вопроса является и привлечение спонсоров и меценатов. Результаты совещания показали низкую осведомленность ситуации некоторых заместителей глав районов, курирующих сферу цифровизации. Доклады большинства из них удостоились оценке неудовлетворительно. Рустам Али потребовал от всех участников селекторного совещания в кратчайшие сроки предоставить подробную информацию о проводимых работах. Заместитель Акима области отметил, что важно не только наличие интернета, но и его качество. В ближайшее время по графику мы планируем охватить около 60 сел по усилению интернета. Из 732 сельских населенных пунктов нами интернетом охвачено центральными местными государственными органами при поддержке Казактелекома, при меморандумах LC Commerce и сотовых операторов охвачено 94,5% населения. 40 сельских населенных пунктов в связи с очень низким количеством населения, то есть менее 250 человек на село, к сожалению, испытывают проблемы. Но 6 из них до конца года должны иметь в наличии интернет, 36 остаются вопросом, поскольку не являются перспективными. Строительство универсального физкультурно-оздоровительного центра в Коксусском районе подходит к концу. Работы завершены практически на 90%. Подрядчики заверяют, что уже в ближайшие месяцы объект будет сдан в эксплуатацию. Стоит отметить, проект реализуется в рамках программы АОЛ Ельбисыга. Тему продолжит наш корреспондент. Общая площадь ФОКа почти 2500 квадратных метров. На возведение этого масштабного здания в поселке Балпагби из госбюджета выделено 673 миллиона тенге. Строительно-монтажная работа уже подходит к концу. По словам представителей генерального подрядчика, на 100% завершены наружная кладка стен и черновая отделка строительного объекта. Спорткомплекс будет соответствовать всем современным требованиям. На данном этапе завершены практически все основные работы. Близится к завершению вентиляционные и канализационные работы. Блок отопления готов на 70%. Также после завершения строительства мы приступим к благоустройству прилегающей территории. В целом степень готовности ФОКа 90%. Физкультурно-оздоровительный комплекс станет поистине универсальным. В каждом из трех блоков есть свои особенности. В левой части здания расположится зал для баскетбола, волейбола, мини-футбола и других игровых видов спорта. Уникальности добавляет скалодром для любителей спортивного туризма. В другой части здания создадут необходимые условия для единоборств. Зал для бокса и для всех видов борьбы. А также отдельно отведенное помещение под тренажерный зал. На улице появится хоккейный корт и зрительские трибуны на 180 мест. А также беговые и велодорожки. Словом, все для развития всех видов спорта. А новые условия станут настоящим подарком для спортсменов и жителей Куксовского района. Тем более двери спорткомплекса будут открыты для всех. У нас в районе очень активно развивается спорт. Вот как раз строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Это уже для наших детишек очень хорошее здание. Действительно, очень огромное здание. Все условия созданы для ребятишек. Не только для детей, а также для взрослых. Сейчас у нас в общем районе занимается около 1300 детишек. У нас функционирует 12 видов спорта. Очень активно развита борьба дзюдо, самбо, великоримская борьба, вольная борьба. Также у нас игровые виды, как волейбол, футбол, баскетбол. Наш район не в областном, даже участвует в республиканских соревнованиях. Стоит отметить, что спорткомплекс в Коксусском районе не единственный крупномасштабный проект, возведенный в этом году в Алматинской области. К настоящему времени в ЖТСУском крае введено в эксплуатацию уже 8 физкультурно-оздоровительных комплексов. На очереди еще 8. Неограниченные возможности. Восстановительная терапия для людей с особыми потребностями стала еще доступнее. В областном центре такие услуги теперь на бесплатной основе предоставляются в спортивном реабилитационном центре АСАР. Подробнее из материалов сюжета. Спортивный реабилитационный центр АСАР известен всему Казахстану благодаря техническому оснащению, квалифицированным кадрам и высоким результатам лечебно-восстановительной терапии. Поэтому попасть сюда стремятся многие. Среди приезжих граждан и уроженец Петропавловска Азамат Оспанов. Тяжелая травма привела его к инвалидности, но не лишилась желания восстановиться. В центре АСАР он не только добился значительных результатов в реабилитации, но и нашел новую работу. Что здесь радует, здесь реально тренера инструкторов с опытом. У них уже многие за много лет накопили опыт и качественные упражнения дают. Плюс тренажеры, сами видите, здесь все зарубежные тренажеры в основном. В АСАРе я работаю уже несколько месяцев. Моя задача здесь привлекать клиентов, вести инстаграм-канал. Ну, в общем, СММ, менеджер. Центр АСАР оборудован 30 тренажерами производства США, Италии, Польши и Германии. Здесь работают квалифицированные сотрудники, в числе которых терапевт, медсестра, инструкторы по ЛФК и слинг-терапии. Но главным достижением организации стало предоставление бесплатных услуг инвалидам посредством государственного портала через Фонд социального страхования. С июля текущего года уже 20 человек смогли пройти курс лечения. В этом году открылась у нас в АСАРе бесплатная реабилитация по госпорталу. Здесь сэкономлены деньги, можно продлевать реабилитацию больше, чем три месяца, оставаясь на платную. То есть, уже многие люди едут из других городов. Уже когда на платную едут, они едут на месяц, на два. Результаты, чтобы добиться, нужна длительная реабилитация. По словам руководителя спортивного реабилитационного центра АСАР Ильдоса Баял-Шпаева, для курса лечения в их центре достаточно получить направление врача, сдать необходимые анализы и подать заявку через портал. Рассмотрение заявок осуществляется в течение суток. Курс лечения составляет один месяц. Один из важных событий. С июля месяца у нас теперь есть возможность. Со всего Казахстана люди могут приехать на реабилитацию совершенно бесплатно. Им только нужно пойти к своему лечению врачу, взять направление именно к нам. Либо могут позвонить, мы можем проконсультироваться. Растущий поток пациентов стал причиной начала строительства нового здания реабилитационного центра. На первом этапе будет сдан в эксплуатацию первый этаж площадью 670 квадратных метров. За сутки в нем смогут заниматься порядка 100 человек. В строительство вкладываются личные средства семьи Баял-Шпаевых. Неравнодушные граждане, желающие оказать финансовую поддержку в возведении реабилитационного центра, могут обратиться по адресу город Талдыкурган, микрорайон Каратал, спортивный реабилитационный центр АСАР. Ваша помощь поможет людям с особыми потребностями быстрее встать на ноги. Ульмира Тимиргалеева, Ержан Дуйсен, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Искусственный интеллект в борьбе с коронавирусом. Уникальная система выявления пневмонии, связанной с COVID-19, разработана в Алматинской области. Метод, не имеющий аналогов по республике, помогает также выявить и онкологические образования на ранней стадии заболевания. Принцип работы системы заключается в искусственном интеллекте при обследовании рентген-снимков пациентов. Уникальная разработка позволяет хранить базу данных в электронном формате. На данный момент уже 17 медучреждений региона подключены к централизованной базе. В Талдыкургане эта система работает на базе многопрофильной больницы. Инновационный проект был разработан Управлением здравоохранения Алматинской области совместно с частной компанией ТО «ВД-Софт» при поддержке международной компании «Акгюн». Стоит отметить, разработка проекта осуществлена компаниями на безвозмездной основе для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Алматинская область, скажем, не в Казахстане, а даже в Центральной Азии или в СНГ, единственная область, которая масштабно внедрила данную систему. В Алматинской области порядка 80-85% медицинских учреждений уже централизованы и оцифрованы. Конечно, остается ряд больниц, которые необходимо подключить. Мы также планируем именно внедрение данной системы в других областях по Республике Казахстан. 11 врачей Алматинской области стали обладателями медали «Халк Алгысэ». Почетные нагрудные знаки медицинским работникам вручил руководитель областного управления внутренней политики Галяскар Сарыбаев. В целом по области насчитывается порядка 20 тысяч работников медучреждений. Более 5 тысяч из них врачи, которые беспрерывно несли свою службу и во время пандемии. Стоит отметить, такими же почетными медалями были удостоены и 264 работника других сфер, среди которых представители СМИ, правоохранительных органов и госслужащие. Я работаю с 1987 года. Это получается уже сколько? Более 30 лет. По профессии я врач-инфекционист. Сейчас исполняю обязанность, вернее, работаю в должности заместителя директора городской поликлиники. Сегодня получила награду государственную. Очень благодарна. Конечно, работать было сложно, трудно. Но мы все преодолели. Думаю, что и впредь будем оправдывать доверие, будем работать на благо народа. Медицина – это моя душа, это мое все, это моя жизнь. Необычный портрет Абая появился в Алматы. Вместо холста – асфальт, а вместо красок – мел и вода. На создание объемной композиции высотой 18, шириной 10 метров, художнику потребовалось 18 литров жидкости. Процесс рисования занял три часа. На вынашивание самой идеи исполнения рисунков такой необычной техники известному художнику Джохару Юнусову потребовалось около года. Как отмечает сам творец, результатом он остался доволен. Свою работу алматинец посвятил 175-й годовщине великого казахского мыслителя. Нацбанк РК провел валютные интервенции на 232 миллиона долларов. На 10% упали котировки нефти марки «Брент», в прошлом месяце вернувшись к июньскому уровню. Дополнительное давление на них оказали новости об ограничении спроса и увеличении предложения, сообщает корреспондент Хабар-24. В частности, на ситуацию повлияло заявление ливийских предприятий о возобновлении добычи черного золота после 8-месячной блокады месторождения. В это же время сокращался спрос на нефть в Индии. Основными рисками для цен остается более медленное, чем ожидалось, восстановление мирового спроса. Действие Нацбанка также связано с высокой волатильностью рынков. Появился клип «Каракат Башановой» для детского Евровидения 2020. Релиз клипа состоялся на официальном YouTube-канале Junior Eurovision Song Contest. Казахстан на международном песенном конкурсе представит 12-летняя Каракат Башанова из Толгара. Она исполнила песню «Фореве», которая была посвящена ее умершему отцу. Детское Евровидение 2020 состоится 29 ноября в Польше. Из-за пандемии коронавируса конкурс пройдет в виде телемоста. В памяти народной. В Талдыкургане увековечили имена Оспанбека Буранбаева, Ивана Прохода, Улыкпана Нургазинова, внесших значительную лепту в сохранении стабильности и духовного воспитания молодежи края ЖТСУ. Так, в микрорайоне Каратал в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны торжественно открыли сразу три мемориальных доски. Имя каждого, кто увековечен на мемориальных досках – пример для подражания. Оспанбек Буранбаев родился в 1923 году в Сарканском районе. Рано оставшись без родителей, работать он начал с самого детства. При этом очень стремился к образованию. Закончив педучилище, с 40-го года стал работать учителем. Когда началась война, в своих документах в дате рождения он прибавил год, чтобы скорее попасть на фронт. Участвовал в Сталинградской битве, освобождал города и села России и Украины, за что был награжден медалями за отвагу. Память о вас сохранится в наших сердцах, отметили на торжественном открытии. Первая гвардейца множество наград. Сразу после войны Оспанбек Буранбаев активно включился в работу. Трудился в госуправлении в сельскохозяйственной сфере. Возглавлял районные трудовые коллективы. Был видным общественным и партийным деятелем Житцузского края. Много писал, выступал на радио. Неоднократно избирался депутатом. Вместе с супругой вырастил семерых детей, а выйдя на заслуженный отдых ветеран войны и труда Оспанбек Буранбаев с 1984 года и практически до конца своей жизни посвятил себя работе в Талткурганском совете ветеранов. Его не стало в 2001 году, но и поныне многие помнят и чтут его память, а потомки с восхищением вспоминают отца. Я с детства всегда находился рядом с ним и всегда брал с него, привел отношения к людям, общение с людьми, его принципиальность. Думаю, что вот такие мероприятия по установлению мемориальных досок, посвященных ветеранам войны и труда, это дает очень большой пример для молодежи, чтобы они никогда не забывали своих родителей, дедов, бабушек, дедушек и передавали по наследству. Немаловажную роль в сохранении высоких моральных ценностей внес Улыкпан Нургазинов. Заслуженный врач Казахстана лечил и спасал тысячи жизней. За светлое будущее потомков боролся и Иван Прохада. Родился в 1919 году. Трудился в органах внутренних дел и государственной безопасности. Иван Прохада был организатором Совета ветеранов Талткургана. Своим неравнодушием к проблемам общества, активной гражданской позиции, они внесли огромный вклад в развитие края ЖИЦУ. Наш долг – сохранить световую память о них. Как представители старшего поколения, в свое время Улыкпан Буранбаев, Иван Прохада, Улыкпан Нургазинов всегда с радостью делились накопленными знаниями. Совет ветеранов Талткургана планирует установить 28 мемориальных досок известным личностям областного центра. Торжественное открытие 15 из них уже состоялось. Елена Манраембеков, Жай Курманбаев, телеканал ЖИЦУ, Талткурган. Это были все новости к этому часу. Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова